И снова всем привет! Продолжаем построение нашей базовой выкройки и сегодня у нас построение рукава. Но хочу сделать кое-какие дополнения или уточнения по построению проймы, именно по пройме. У всех у нас разные фигуры и какие-то стандарты подходят не для всех. Не для всех можно применить какие-то точные формулы. Итак, если у нас достаточно широкие плечи, но обхват груди не очень большой, получается расстояние от точки С до точки Д достаточно маленьким. Обратите внимание, что эта выкройка не моя. Я построила еще одну выкройку. Это выкройка для худенькой девочки, но достаточно рослой. Поэтому плечи у нее достаточно широкие, а обхват груди не очень большой. Поэтому от точки С до точки Д у нее получилось 3 сантиметра. Даже если мы с вами просто разделим на 3, то получится 1 и получится эта точка где-то вот здесь. То есть от угла по диагонали 1 получится вот здесь и тоже не получится красивой линии. Поэтому я еще раз повторяю, еще раз делаю акцент на этой линии. Вот эта диагональ не обязательно должна быть по формуле. И эта диагональ строится на глаз. Только ваши глазки и только ваша интуиция может построить эту линию правильной. То же самое касается фигур, у которых наоборот плечики маленькие, ширина плеч маленькая, а обхват груди достаточно большой. Если у вас, к примеру, от точки Д линия уходит на 15 сантиметров, и вот здесь у вас стоит точка С, то линию вот эту по формуле тоже будет выправить неудобно. Поэтому вы должны это видеть глазками. Выравнивайте все, прорисовывайте от руки, а уже при примерке первого изделия какого-то пробного будем это все корректировать. Итак, переходим к рукаву. Кстати, рукавчик я буду делать не на выкройке, как это делают обычно, чтобы экономить бумагу, а рядом. Потому что по рукавчику я тоже хочу показать несколько вариантов, и у нас получится слишком много линий. Чтобы нам не запутаться, мы будем строить рукавчик рядом. Ну, примерно от нашей выкройки отложили сантиметров 5-7, отверху отложили для удобства 2-3 сантиметра. Вот так приблизительно я ставлю точку А. От точки А вниз я откладываю длину рукава, ставлю точку Н. У меня в этом случае 62 сантиметра длина рукава. И провожу прямую, то есть соединяю точку А и точку Н. Далее от точки А по горизонтали я откладываю обхват руки плюс 6 сантиметров. Обхват руки в самом широком ее месте. Значит, у меня обхват руки 30 сантиметров, я прибавляю 6, получаю 36. Ставлю точку А1. Соединяю точку А и А1 прямой линией. Провожу параллельную и равную этому отрезку линию по низу. Также получается у меня 36 сантиметров длиной. Здесь я ставлю Н1 и соединяю точки Н1 и А1. У нас получился прямоугольник для построения рукава. Теперь смотрите, от верхней линии вниз я нахожу высоту оката рукава. Как я это делаю? Никаких стандартов, ничего. Я хочу взять глубину проймы, разделить на 2 и прибавить 1 сантиметр. Это у меня будет высота оката рукава. Ставлю точку П и точку П1. Провожу прямую линию горизонтальную, соединяю эти точки. Теперь мы с вами ширину рукава делим на 4 равные части. У меня это 36 сантиметров. Я делю на 4, получаю ровно 9. Значит, откладываем. Ну, сразу нахожу центр. Это 18 у меня сантиметров. Дальше 9. И здесь также 9. У меня получилось 3 дополнительные точки. Среднюю точку я называю точкой С, центр. Эту точку я назову точкой О, эту точку О1. Значит, от точки О вниз, под прямым углом, я провожу, можно не прямую линию, а пунктирную. Так, здесь тоже можно провести пунктирную линию вниз, от точки О1. Теперь соединяем точки П, С и точки П1, С. Соединяем также пунктирной линией. На пересечении вот этих линий я ставлю точку R. На пересечении вот этих линий я ставлю точку R1. От точки R вверх я откладываю полтора сантиметра. Это для всех размеров. Ставлю точку R2. Теперь отрезки P1R, RC, CR1, R1P делим пополам. Здесь я ставлю точку K, сюда ставлю K1, сюда ставлю K2, а здесь K3. Обратите внимание, точки, которые нижние, я ставлю по верх линии, а точки, которые верхние, я ставлю по низ линии, чтобы нам было удобнее чертить. Теперь от точки K вниз я откладываю 0,5. Это тоже для всех размеров. Ставлю точку S. От точки K1 вверх я откладываю 2 сантиметра. Для всех размеров. Ставлю точку S1. От точки K2 вверх я откладываю 1,5 сантиметра. Тоже для всех размеров. Ставлю точку S2. И от точки K3 вниз я откладываю 2 сантиметра. И это тоже для всех размеров. Ставлю точку S3. А теперь соединяем точки P1, S, R1, S1, C, S2, R1, S3 и точка P. Постарайтесь сначала прорисовать линии карандашиком, а потом уже будете наводить четкие линии маркером. Вот такой акад рукава у нас получился. Теперь мы с вами промеряем линию проймы по полочке плюс линию проймы по спинке. И промеряем вот эту линию, то есть линию акада рукава. И если ваша разница между акадом рукава и проймой 3,5 сантиметров, это стандарт. 3,5 сантиметров идет на припосадку головки рукава. Если разница меньше, то тогда поднимаем точку C выше на 1,5 сантиметра. При этом линию низа мы также поднимаем выше на 1,5 сантиметра. Если у вас разница больше, больше 5 сантиметров, тогда точку C мы с вами опускаем ниже на 1,5 сантиметра. Тогда линию низа мы также с вами опускаем ниже на 1,5 сантиметра. Итак, продолжим по рукаву. Теперь, что касается заужения рукава. Для начала мы с вами сделаем классический обычный рукав. То есть от точки N и от точки N1 мы с вами откладываем по 2,5 сантиметра. Вот сюда. Эти точки я называть никак не буду. Соединяем эти точки с точкой P1 прямой линией и с точкой P. Это у нас классическое заужение и по этому рукавчику можно в будущем работать. Можно моделировать его во всякие разные рукавчики и делать выше окат рукава. И здесь и расширение, и заужение. То есть это обычный рукав. Давайте вот так и напишем. Обычный. Обычный рукав. Далее мы с вами точку C опускаем вниз под прямым углом. То есть это у нас будет линия центра рукава. Напишем центр рукава. Далее мы с вами можем делать разную длину рукава. То есть это коротенький рукав до линии локтя, 3 четверти и так далее, и так далее. Давайте мы с вами прорисуем коротенький рукавчик. Ну так на всякий случай вдруг нам захочется сделать коротенький рукавчик. Ну или чтобы вообще понятие иметь как определять длину рукава. От точки C вниз я отложу 25 сантиметров. Можно кстати и меньше, можно и чуть больше. Но я решила 25 сантиметров. Провожу линию горизонтальную. От зауженной вот этой линии и до зауженной линии. Напишу буква В1 и здесь буква В. То есть точка В и точка В1. И это у нас будет короткий рукав. Напишем. На всякий случай. Кстати вот здесь мы поставим с вами крестик. Это у нас передняя половинка рукава. И так мы сделали с вами классическое заужение рукава. И сделали короткий рукавчик. Можем сделать еще более сильное заужение. То есть допустим для какой-то мягкой эластичной ткани. Значит от центра рукава, то есть вот здесь мы с вами напишем С1 точку. От центра рукава в одну и в другую сторону нам необходимо отложить обхват запястья плюс 6 сантиметров деленное на 2. Если обхват запястья в моем случае 18 сантиметров, я прибавляю общей прибавки 6 сантиметров, делю на 2, получаю 12. Значит от точки С я откладываю в одну и в другую сторону 12 сантиметров. Эти точки я тоже называть не буду. Эти точки мы с вами просто соединяем с точкой П1 и с точкой П. Итак, это у нас зауженный рукав. Теперь смотрите, вот эта линия пунктирная, назовем ее точкой О2. От точки О2 вот сюда я откладываю 1,5 сантиметра. Ставим точку Л. От этой точки вниз я провожу прямую линию под прямым углом и внизу ставлю точку Л1. От точки Л1 вверх я откладываю 10 сантиметров. И это у нас будет на застежку. Пишем застежка. А эта линия будет линия локтя. Теперь для того, чтобы нам построить еще один вариант интересного рукавчика, нам необходимо будет снять еще две мерки. Это длина от точки С до линии локтя и обхват локтя в согнутом виде. От точки С вниз я откладываю длину до локтя. У меня это 35 сантиметров. Провожу прямую линию от начала сетки до конца сетки. Ставлю точку Б и Б1. Теперь измеряем обхват локтя. У меня это 27 сантиметров. Делаем нужные прибавки. У меня это 6 сантиметров. У меня получается 33 сантиметра. Записали эту цифру. И ширину по запястью мы уже с вами измеряли. То есть у меня обхват запястья 18 сантиметров. Я прибавляю 6. Получаю 24. И тоже записываем эту цифру. Теперь полностью от ширины нашей сетки, у меня это 36 сантиметров, я отнимаю 33, получаю 3 сантиметра. И от той же ширины сетки я отнимаю обхват запястья с прибавками, у меня это 24 сантиметра, получаю 12 сантиметров. Записываем эти значения. На этой линии мы с вами напишем уровень локтя. Значит, по уровню локтя мы должны с вами отложить от точки B и от точки B1 3 сантиметра в общей сложности. Но по переду мы с вами откладываем 40%, а по спинке 60% от этой цифры. Если у меня получилось 3 сантиметра, я умножаю на 40%, получаю 1 и 2. Значит, от точки B, это у меня передняя половинка, я откладываю 1 и 2. Вот примерно вот здесь она у меня и будет. Ставлю точку D. Далее я снова беру эти 3 сантиметра и умножаю на 60%. Получаю 1 и 8. От точки B1 откладываю 1 и 8. Ставлю точку D1. Вот здесь поставлю, чтобы она мне не мешала. Теперь будьте внимательны. Если у вас небольшая разница между обхватом руки с прибавками и обхватом локтя с прибавками, как у меня получилось, да, всего 3 сантиметра, тогда вы просто точку D соединяете с точкой P прямой линией и точку D1 соединяете с точкой P1 прямой линией. Если у вас разница большая, то есть если у вас ручка полная, а локоть такой достаточно умеренный, и у вас точка D1 далеко ушла сюда и точка D далеко ушла сюда, тогда вам нужно точку D1 и точку P1 соединить плавной вогнутой линией. То есть она не должна быть прямой, она должна быть чуть-чуть вогнутой вот в эту сторону. То же самое и с точкой D, точкой P. То есть соединяем плавной вогнутой линией. Не делайте ее слишком большой. То есть вот здесь вы можете идти прямо по вот этой нашей линии, а дальше плавненько-плавненько идти к точке D. Я не буду здесь ничего рисовать лишнего, потому что и так у меня слишком много линий, и чтобы не запутаться в будущем, и чтобы вас не путать, я прорисовывать не буду. Я надеюсь, что понятно объяснила. Итак, я, у меня моделька достаточно худенькая, я просто провожу прямую линию, то есть соединяю эти две точки прямой линией. Теперь от точки N вот сюда мы откладываем две трети расстояния BD. То есть вот это вот маленькое расстояние мы с вами делим на 3, умножаем на 2 и откладываем от точки N вот сюда. У меня это 0,8. Я уже посчитала заранее. Значит, здесь ставим точку E, и эти 0,8 мы с вами отнимаем от общей разницы. То есть у меня это 12 сантиметров. Значит, 12 отнимаю 0,8, и у меня получается 11,2. Одна треть от остатка разницы пойдет на выточку. То есть если у меня остаток разницы 11,2, я делю на 3, получаю 3,7. Значит, 3,7 у меня пойдет на выточку. А все остальное мы откладываем от точки N вот сюда. А все остальное это от 11,2 мы отнимаем 3,7 и получаем 7,5. То есть 7,5 я откладываю вот так вот от точки N1 и ставлю точку E1. Соединяем точку E1 и D1 прямой линией. Соединяем точку E1 и D1 прямой линией. На пересечении линии локтя и уровня локтя поставим точку B2. Это у нас будет вершина выточки. Значит, от точки B мне нужно параллельно линии E1 и D1 провести линию вниз. Лучше, конечно, измерить. Я измеряю D1 и D2. У меня получается 8,75. Значит, от точки E1 я откладываю 8,75. Ставлю точку G. И точку G соединяю с точкой B2. Кстати, можно не обязательно прямой линией, можно вот так пунктирной, потому что это у нас будет центр выточки. Центр выточки. Раствор выточки мы с вами рассчитали. У меня это 3,7. Теперь 3,7 я делю на 2, потому что две стороны выточки у меня получается 1,85. Значит, от точки G в одну и в другую сторону я откладываю 1,85. Так, у меня здесь прям на C получается. Но я ставлю G1 и в другую сторону 1,85 получаю G2. Соединяю точки G1 и B2. G2 и B2. И у нас получилась выточка. Теперь обратите внимание, у нас получилась разная длина сторон выточек. Мы с вами измеряем отрезок B2, G2. У меня получается ровно 27 см. И эти 27 см мне нужно отложить на отрезки G1, B2. Вот она моя. У меня здесь получается примерно 0,5. У кого-то получится 0,7, может быть 1 см. Вот эту точку, новую точку G1, я соединяю с точкой E, прямой линией. Кстати, если вы выделяете разными цветами ваши рукавчики, то тогда можно выделить от точки E1 до точки G2 тоже черным фломастером. Но у меня синий и черный. Я надеюсь, что вам видно, что я здесь рисую, чем я черчу. И надеюсь, что вам все понятно. Итак, построение рукава мы закончили. Конечно, много всяких линий, но я не зря их все подписала, да, все эти линии. Обычный рукавчик, зауженный рукавчик, застежка. Вот у нас идет вот эта вот линия локтя, уровень локтя, центр рукава, короткий рукавчик. То есть все у нас записано. Если вы боитесь что-то забыть, вот здесь есть место, можете сделать для себя пометочки. По этому рукаву можно будет моделировать и двухшовный рукав, и расклешенный рукав какой-то на резиночке понизу. И головку рукава можно будет поднимать, расширять. Можно по этому рукаву моделировать рукав крылышка, рукав фонарик. То есть все, что нашей душе угодно. Так что стройте свою базовую выкройку и не ленитесь. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Желаю всем классного настроения. Всем пока!